Очень все печально, хочу вам сказать, господа. Не, ну тут походу гг. Ребята, а перед началом данного видео хочу вам порекомендовать группу ВКонтакте по дизайнерскому оформлению соцсетей. Здесь автор делает абсолютно оригинальные работы без каких-либо шаблонов. А также здесь вы можете найти материалы и для каких-либо своих проектов. Поэтому обязательно переходим по ссылке в описании и подписываемся на него. Так как на 100 подписчиков в группе пройдет конкурс с ценными призами. Итак, всем привет, ребят. В этом видео я вам, как обещал, расскажу об обновлении. А если более конкретно, то речь пройдет про Таламус. Потому что все остальное, так очевидно, затонувшие подлодки, то есть улучшенный редактор, голосовой чат и так далее. Здесь как бы основное обновление строилось на этом Таламусе, так скажем, новом каком-то виде обитателей данной Европы. И покажу это вам в таком более летсплей режиме. То есть мы сейчас возьмем миссию и, естественно, мы будем брать миссию на новой подлодке Азимут. Я вам о ней расскажу сейчас чуть больше, как мы появимся. Подлодка, в двух словах, сделали такую, якобы что-то попытались сделать красивое. И в описании там написано, что как бы для богатых ребят и так далее. Ну и имеется в виду в Европе для богатых ребят. Но на этом спутнике, которые здесь, наверное, живут или что? Хз, да? Ладно, это все не суть. Итак, вот у нас есть миссия. Та самая новая миссия, которую вы уже видели в прошлом видеоролике, когда я играл с подписчиками. И есть шанс, что в разломе обломков будет тот самый Таламус. Выглядит он как, так скажем, определенный такой мозг, да? Находится в подлодке. И, так скажем, управляет некими такими зелеными, так скажем, бактериями. Немного, конечно, разочаровался в реализации данного существа в игре. Но что поделаешь? Ладно, начнем. Итак, ребят, вот мы уже оказались на этой подлодке. Значит, что хочу сказать про нее сейчас вкратце. Выглядит она прикольно. В том плане, что, как мы видим, здесь по всему корпусу подлодки идет якобы стекло. То есть мы можем видеть, что находится снаружи, то есть как мы плывем. То есть там вода, течение, какие-то там визуальные объекты, возможно, ну как бы не суть. Но приятно очень выглядит на самом деле. И самое главное, что то, что здесь стекло, это не значит, что подлодка будет какой-то хрупкой и так далее. Потому что вот эти вот части, они не повреждаются. У нас повреждаются стенки, то есть верхняя часть, ну понятно, да? Ну это, в принципе, вы все сами и знаете. И, конечно же, здесь, как и в кастрюле, стоит такое небольшое стекло, опять же, спереди. Ну, то есть, как бы, самая слабая зона, наверное, этой подлодки, это вот здесь спереди. Вот, давайте, короче, пройдемся по верхней этой поверхности. Верхней, по верхней... Короче, по верхней этой палубе. Так, что у нас здесь есть? У нас, ну там, естественно, пульт управления есть. А здесь у нас три скафандра. А после чего у нас идет шкафчик перед выходом, так скажем, в океан, да? Ну, здесь баллоны, по дефолту все стоит. Подводный скутер, только что-то маловато. Одна штука, ну да ладно. Здесь еще, как бы, в других подлодках, все увидели, можно зайти, как бы, вот в эту, так скажем, комнату, да? Закрыться и потом открыть вот эту дверь, которая выводит нас, да, в море. А здесь, смотрите, как сделать. Здесь ты, ну, если я нажму здесь внутри, то у меня закроется дверь, и я утону. Ну, я покажу вам просто здесь. Здесь закрываешь дверь, и та открывается. То есть, хоп, и здесь закрываешь, ну, нормально. Делали четенько. Вот. Ну, пойдем дальше. Спускаемся на уровень ниже. Здесь у нас расположен медотек, значит, так. Ну, здесь также есть в шкафчике различные приспособления, так скажем, да, орудия, которые нам понадобятся. Вот, по дефолту. Также здесь, 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 ну, медицинский шкаф, соответственно. Давайте сразу начнем с левой части, пройдемся. Так, здесь у нас, видим, что щитки стоят, еще один шкафчик со всякой хренью, медью. Я не знаю, как, вот, зачем она нужна. Ну, ладно, шучу. Здесь у нас реакторный отсек. Ну, неплохо, как бы, да, реакторный отсек. Ну, слева находится, как и в большинстве подлодок, таких я имею до такого размера. То есть, там, дюгонь, например, там, и так далее, так. Ну, в принципе, как бы, по дефолту стоит у нас. Лучший инженер у нас стоит на реакторе, и, в принципе, будет его контролировать, да. Нам лучших бойцов дали, кстати. Так, ну, здесь у нас генератор кислорода. Ну, в принципе, обычная, как бы, подлодочка, да, такая. Ну, прикольно, визуально она как-то более, так, красивше из-за каких-то мелких объектов. То есть, решетчик красивый, то есть, вот, особенно верхняя палуба. Ладно, пойдем дальше. Так, здесь медотек, и еще у нас есть вход правый. Здесь у нас, короче, можно садиться на наши пушки. Но, скажу сразу, мне как-то не очень понравилось. Здесь, во-первых, как бы, она находится слева вверху. Ну, лево вверх, и все, а там, то есть, хер его знаю, что у нас справа творится. Вторая, более интересная, так скажем, реализованная, она находится внизу практически по центру. Можно сказать, даже по центру. То есть, она как бы просматривает, но все снизу четко видно будет. Вот, как бы интересно. Ну, вот это мне не очень нравится. То есть, она либо же где-то выше должна быть, либо добавили бы еще одну справа. То есть, в описании написано, что, типа, для богатых, там, капитанов подводка. Здесь у нас балластная камера, да, отсек балластный. То есть, здесь вода набирается. У нас еще есть один уровень вниз, но там, как бы, ничего интересного нету. То есть, грубо говоря, вот он, да. Ну, здесь, так скажем, опять же, какие-то шкафчики идут. Электрощитовые, здесь батареи, по-моему, да, батарея. Пару шкафчиков. Ну, это, типа, такая комната, скажем, а-ля инженеры-механики, да. Здесь у нас видим сварочные аппараты, плазменные резаки, как бы. Вот, ну, и здесь, как бы, вот, от движка немного, небольшая часть. Самая красивая часть этой подлодки, естественно, находится вверху, да. Вот. То есть, именно разработчики круто сделали вот с этим стеклом. Я надеюсь, они как-то в дальнейшем будут вот это все более делать реализованнее, может, как-то покруче там, то есть, вот. Потому что, на самом деле, когда, особенно ты играешь за капитана, ты большую часть проводишь, вот, так скажем, за пультом управления, то есть, управляешь подлодкой, и, ну, ты, как бы, не видишь, тут тупишься вот в этот экранчик, как бы, ну, и все. Ты не видишь, что творится снаружи. А так, в принципе, мы видим, что здесь есть какая-то часть обзора, здесь мы что-то можем увидеть, то есть, ну, небольшое, конечно, мы что-то можем увидеть, часть обзора, вот. И, да и вообще, красиво это будет выглядеть, то есть, непосредственно, если здесь ходить и так далее, и так далее, и так далее. Итак, ребята, ну, про подлодку, в принципе, наверное, все я и рассказал. Тут как бы больше ничего не скажешь. Короче, нечаянно я скинул ловушку нашу, да. Ладно, бог с ней. Скинули, да скинули. Я как бы не хотел скидывать мисклик и так. Ну да ладно, все. Давайте сразу все возьмем, наверное, подводную маску. И что мы еще возьмем? Какое-нибудь надо орудие нам будет взять, потому что... Потому что, как бы, Таламус немного такое агрессивное существо. Ну, в принципе, я думаю, хватит. Также в начале сказал, что мне немного не понравилась реализация данного неписята. Ну, Таламуса я имею в виду в игру. Я вам объясню чуть позже, когда мы его найдем. Блин, обломки еще далековато. Вот сложность, кстати, максимальная. Как бы по дефолту стоит, я не менял. Наверное, будет больше шанс того, что заспаунится этот Таламус. И обломки примерно километр. То есть, как бы, плыть нам нормально. Подлодка идет бодро, на самом деле, так. То есть, ее скорость будет больше, чем у той же... Ну, кастрюля, она сама по себе большая. Больше, чем у Дюгони, например. И вот таких вот мелких. То есть, мы видим, что 15 километров. Ну, вот к нам уже, как бы, идут ребятки управления. Садись, браток, на пушку. Огонь по готовности. Хотя, ну, просто здесь, понимаете, здесь еще есть, как бы, минус, да. Вот, когда играешь с ботами. Именно здесь, наверное, будет с реальными игроками поприкольнее играть, поярче. Потому что, ну, за пушку ты не сядешь. То есть, как бы, тебе надо спуститься. То есть, вот сел чувак в огонь по готовности. Ну, все, ладно, поплыли. Тебе надо спуститься, посмотреть там, что как. То есть, вот. Поэтому, как бы, с ботами здесь, я не знаю, буду ли на этой подлодке проходить кампанию. Либо, ну, в любом случае, я продолжу проходить кампанию, которую проходил. Потому что, как бы, туда-сюда прыгать, это такое себе. Но, в любом случае, кампанию, в любом случае, буду проходить на старой подлодке, на своей. Ну, и посмотрим, как на этой пойдут дела. Так, ребята, там будут чем-то заниматься, там, не знаю, чинить что-нибудь? Или они будут тупо стоять на реакторе? Так, я понял. Значит, значит, что мы делаем? Мы врубим автопилот, значит, нашего инженера. Починить попрежденную систему. И все, у него будет чинить системы, либо стрелять. Вот, все, отлично, погнали. Ну, вот, мы, в принципе, практически приплыли. Я только так припаркую, чтобы более, так сказать, ближе к выходу. Очень уже близко к ней стали. Все, поставим. Ой-ой-ой. Ну, вы видите, нас начинают грызть. Очень все печально, хочу вам сказать, господа. Потому что у меня уже там пол-ХП нету. Ну, как бы, поняли, да? Всю суть происходящих событий. У нас, как бы, пацаны сидят на пушках. У них все отлично. Ну, ладно. Не будем отчаяваться. В принципе, здесь, как бы, цель служит больше показать вам этого Толомуса, а не пройти эту миссию. Поэтому у нас еще есть все шансы. Вот, как бы, понимаете, да? У нас лучшие ребята были в команде. Ну, здесь, может, и моя ошибка, потому что, как бы, ой, не убрал их там, чтобы помогали мне и так далее. Так, где тут? Ну, вот, в принципе, подлодка снизу так. Единственное, у меня вопрос возникает, как мне добраться до наших, так скажем, скафандров. Да. Ну, они сейчас пробьются и сюда, поэтому нету смысла. Давайте попробуем что-нибудь, попробуем. Так, зарезали одного. Быстренько плывем, одевать скафандр, потому что очень большое давление. Все, мы одели скафандр. Не, ну тут, походу, ГГ. Так, смотрите, мы переходим до нашего механика. Единственный братан, который остался живой. Все, мы одели, в принципе, скафандр. Сейчас я вам попробую все-таки показать. Миссия, конечно, невыполнима уже, но, тем не менее, мы не теряем надежды увидеть это загадочное существо, таламус. Ладно, выплываем, подплываем к этой подлодке. Значит, ищем. Сразу залетаем. О, нечаянно столкнулись мы с неприятелем. Я думаю, не смертельно как. Ой-ой-ой-ой. Он какой-то слабенький, кстати, вообще, что-то не дамажит. Итак, вот мы уже, так скажем, да, подлодки. Я понял, ребята, значит, придется мне, наверное, скипнуть эту миссию и начать новую, показать вам более по-новой таламуса. Но, принцип подлодки, вы поняли, да? То есть, она для богатых чуваков, у которых, наверное, 500 человек экипажа, которые будут обеспечивать всем и так далее. То есть, ходить, стрелять, становиться на пушке. Итак, ребят, вот мы взяли новую миссию. Так, у нас опять два бравых офицера на корабле. Инженер-механик. И нам до обломков. Ребята, лучшая миссия в мире. 180 метров. Мы сейчас доплывем как надо, короче. Все, ладно. Активный сонар. Отплываем как бы туда-сюда. Вот это вот мне нравятся. Такие миссии. Деда обломков, в принципе, там. Можно даже было не отстыковаться, доплыть, да? Ладно, погнали. Значит, на чем мы остановились? Остановились мы на том, что данной подлодкой управлять, если играешь с ботами, крайне тяжело, потому что здесь нет таких функций, что можешь поставить ботов все время, чтобы они что-то чинили. Какого-нибудь одного помощника на пушку одну, а себя, когда надо будет ставить на вторую пушку, потому что здесь пушки находятся ниже, и они, так скажем, не очень удобные. А вот, кстати, смотрите, смотрите, видите? Это хаск плавает. Ну, нормально, типа, он не очень вредный. Как бы хаски сами по себе не очень вредные. Они медленные, во-первых, как бы плавают, как обычные челики, кораблю не вредят, но могут навредить как бы нам. Поэтому мы идем сейчас сразу закупаться. Так, ну, точнее, возьмем автоматы, пистолеты. Так, ПП возьмем. Возьмем сразу два. Так, гранатомет, я не знаю, пускай будет у нас. Огнемет, наверное, в воде не работает. Скорее всего, дробовик возьмем. Это уберем вообще. Все поставим просто на один, два, три, четыре. Вот. В принципе, наверное, все. Так, здесь что мы можем взять с собой? В принципе, ничего. Надо нам взять еще плазменный резак. В принципе, все. Ребят, можем выходить. Так, надо найти вход, чтобы было удобнее, чтобы нам ничего не пилить. По-моему, здесь. Так, ну, сейчас, наверное, надо будет спилить что-нибудь, потому что, как бы, не можем пройти вниз. Для этого я брал плазменный наш резак. Здесь что-то еще работает, искрится. Слышите, может, я его как-то пощинить можно? Да, не, шучу, нельзя на самом деле. Ну, ребят, хочу сказать, что здесь не будет таламуса, потому что, когда он на подлодке, спавнятся такие зелененькие непонятные какие-то микробы. Вот. И их, в принципе, легко заметить. Ну, давайте еще посмотрим. К сожалению, там таламуса не было, ребят. Но сейчас попробуем еще найти его. Еще попробуем все-таки, потому что, как бы, должен найтись, должен найтись наш таламус этот. Потому что, как бы, в обнове он есть, а в игре его нету. Не, ну, я его видел, кстати, да, поэтому он есть. Ребята, мне в голову пришла, просто, наверное, лучшая мысль, что была, как бы, у меня во время этой игры. Не, шучу, на самом деле. Я, короче, взял азимут, численность боту себе поставил, пускай 9 будет. Думал 8. 9 человек взял, короче, компанию, и у нас разбор обломков. Я надеюсь, эти мои 9 человек просто справятся с тем, что нас здесь будет ждать, в этих непредсказуемых водах Европы. Вот. Поэтому берем миссию. Сложность, как вы видите, стоит максимальная. Пускай она и остается максимальной, чтобы больше была вероятность встретить этого самого таламуса. Так, все, погнали. Итак, господа, смотрим. У нас 2, 3, 5 инженеров и всего лишь 2 механика. То есть они считают, что нам больше механиков не надо. Но у нас есть, как бы, бравые бойцы, которые играют, как бы, за службу безопасности. Сколько нам до обломков? 200 метров. Вообще все идеально. Все просто идеально. Лучше быть не может. Поэтому активный сонар. Активный пилот надо. Отплываем, стартуем. Ну, по-моему, даже та же самая карта, если я не ошибаюсь. Хотя там 180 было, по-моему, метров. Ну, да ладно. Все, сейчас мы по фасту доплываем. И там будет таламус. Я уверен. Я думаю, скорее всего. Надеюсь, что будет. С таким экипажем на данной подлодке нам уже ничего не страшно. Мы уже готовы просто ко всему. Если с таким экипажем мы, как бы, на дно пойдем, то, как бы, ну все. Да. Будет приплыли. Стартуем. Может, на определенных подлодках только есть. Но это кастрюля. Да, ребят, это кастрюля 100%. Блин, такое ощущение, что на подлодках кастрюля просто таламус не обитает. Его просто здесь нет. Проверим еще последний оттек, наверное, да, и поплывем дальше. Потому что, как бы, ну, нет смысла. Его здесь нету. Здесь нету этих зеленых спавнившихся хреней. Да, е-мое. Короче, я не знаю, ребят, что-то вообще не везет. Как я играл не под запись, проверял, как бы, эти обновы, все таламусы этого чека, он мне почему-то нашелся, по-моему, либо с первого, либо со второго раза. Как хочу его показать вам, его все нет и нет. Нету его, все и нету. Как с ним бороться, я не знаю, наверное, блин. Хоть ты его заспауни как-нибудь через какие-то консольные команды, хотя и хз даже как-то делается. А вот, кстати, можно посмотреть сейчас на подлодочку на эту. Так, визуальненько, вот так вот. Прикольненькая, неплохая такая, как бы. Короче, ребята, я честно вам говорю, откровенно, искренне вам заявляю, просто авторитетно, да, что я еще прошел порядка, наверное, шести или семи миссий, там и километр был, да, как бы обломков и больше. Этого таламуса просто нигде нет. Поэтому я вам, как бы, покажу просто. Ну, естественно, я буду дальше проходить игру, он 100% будет, вы его еще неоднократно увидите, познакомитесь с ним от моего лица. Но вообще, то есть, смотрите, вот сейчас я вам показываю фрагмент видеоролика в Ютубе. Смотрите, значит, таламус, это как бы мозг, который вот сейчас ребята обнаружат. Но он, так скажем, или создает, или выпускает, или просто рядом с ним спаунится. Зеленый, так скажем, выглядит, как, не знаю, какие-то микробы, да. Ну, сейчас вы сейчас, вот, вот, лейкоцит называется. Он, как бы, к вам присасывается, его можно, ну, можно поднять, можно, ну, его надо убивать, естественно. Также можно поднять, с него что-то дропается, то есть, забрать, я не знаю, это для крафта, наверное, надо. То есть, ну, я, как бы, особо не крафчу, говоря, поэтому мне это, как бы, не очень интересно. Вот, то есть, видим, да, вот эти вот зелененькие микробы, такие непонятные. Ну, как бы, честно скажу, лейкоциты эти, да, я очень разочарован в плане реализации этих лейкоцитов. То есть, Баратравма для меня, да, это такая игра, как бы, где, так скажем, идет такая своеобразная история вот этой вот жизни на Европе, да. Здесь, как бы, все монстры, которые есть в игре, они более-менее реалистичны в том плане, как они выглядят. То есть, какие-то рыбы большие, какие-то, что-то, полуосминоги, полухаски, то есть, такое, да, то есть, люди... А вот таламус, ну, вообще, сам этот мозг, как вы сейчас видите его на картинке, да, на экране, но он выглядит неплохо. То есть, ну, его вот убиваешь, как бы, все разлетается, он выглядит достаточно неплохо. Но вот эти лейкоциты, ну, это, я не знаю, это какая-то, либо разработчикам была лень что-то делать, по мне, очень криво выглядят. Это просто какие-то, ну, представьте, просто микробы какие-то, ну, честно, они же таки выглядят, как микробы, просто вот подплывают к вам, что, к чему, как они вас находят. То есть, понятно, что, например, вот эти вот, те же самые рапторы, у них, как бы, есть, там, ну, там, голод, я не знаю, там, то есть, у них, как бы, видно, что это живое существо, у которого, там, как бы, и голод, и так далее, и все, ему надо питаться, но понятно, почему они, как бы, нас и подлодку убивают, нас, и все это. Здесь просто какие-то непонятные микробы, ну, мозг, ладно, еще как-то можно было по-другому реализовать, я не знаю, тут много вариантов, что, то есть, около мозга лучше бы этих хасков было штук 20, типа, он ими управляет, и то интереснее было. Здесь просто, как бы, вот, вот эти вот лейкоциты плавают, и все, то есть, честно, как-то мне это не очень зашло, я так это могу сказать. То есть, друзья, как бы, реализация, мне их не понравилась, я надеюсь, может, их как-то апгрейдят, сделают лучше, более как-то визуальнее, подходящие под вот эту всю атмосферу этой Европы, чем они есть сейчас, дальше, по основному обновлению, это вот затонувшие подлодки, я их вам показал, Азимут, это новая подлодка, как бы, тоже, в принципе, вы ее посмотрели, редактор субмарин я не показывал, потому что я там никогда себе подлодки не делаю, как бы, и не хочу заморачиваться, это слишком долго, слишком нудно, не, ну, есть люди, которые, как бы, делают, как бы, круто, молодцы, но посмотрим, может, в дальнейшем что-нибудь попробуем свое сделать. Ну, и улучшение голосового чата, как бы, ну, вы уже слышали, как общаются, как общались, когда мы играли вместе, в принципе, на этом обновы закончились, пока что, то есть, нам еще, насколько мы помним, обещают какую-то новую инфу по газете дать, то есть, что это будет, либо просто какая-то опять инфа, либо еще какие-то картинки подобавляют, саундтреки и так далее, на данный момент про обнову я больше сказать ничего не могу, ребят, в дальнейшем я буду проходить и старое прохождение, которое там уже нормально, мы почти к центру приблизились, и также, возможно, возможно, не уверен, буду проходить на новой подлодке Азиму, так как она, ну, мне, если честно, понравилась, в том плане, что она визуально очень красива, да, там неудобно, система вооружения стоит, именно пушки, расположены их механизм управления, то есть, если ты за капитана, то тебе приходится спускаться, становиться, и подлодка остается на автопилоте, это время, это долго, но сама она очень красивая, и самое главное, она быстрая и маневренная, то есть, она там развивает скорость до 30 километров, поэтому, как бы, ну, я думаю, что на ней в любом случае будут видео в дальнейшем, то есть, может, я буду как-то параллельно проходить и на ней, и на той подлодке, на которой мы уже проходим, надеюсь, видео вам понравилось, я, если честно, долго думал, в каком формате его сделать, либо вот таком, как сделай сейчас, это летсплейном, либо в каком-то более информативном, то есть, как бы просто рассказать, показать, и, в принципе, все, надеюсь, видео вам понравилось, ребят, обязательно, кто еще не подписан на канал, попал на данное видео, подписываемся, дальше будет много интересных видеороликов, как по этой игре, так и по другим новинкам и не новинкам и всем остальным, мои настоящие подписчики, которые сейчас подписаны на канал, обязательно, ребята, комментируем этот видеоролик, как он вам, ставим лайки, и ожидаем нового видео, я надеюсь, что я успею сделать новый видеоролик чуть раньше, чем вышел этот после последнего, и, в принципе, в дальнейшем буду стабильно выпускать видеоролики по прохождению этой игре, потому что разрабы, они нам обещали, что будут добавлять контент, историю в игру и так далее, да, и тем более, здесь еще много чего не видели, много различных миссий и так далее, а также, ребят, когда мы все-таки дойдем до центра, посмотрим, что там есть, тут все разрулим по этой Европе, как бы, да, то есть, мы все станем главным кэпом этой страны, так скажем, этого спутника, мы начнем проходить игру и вообще смотреть, что здесь есть за моды, то есть, здесь очень много на самом деле модов, и там зомби-моды есть и так далее, с которыми также можно что-то интересное делать, и также попробуем сделать с вами что-то вроде пвп, опять же, пвп, скорее всего, будет с подписчиками, потому что, как бы, с NPC я же не проведу, правильно, то есть, две субмарины будут, которые будут между собой, как бы, немножечко воевать тогда, вот, поэтому спасибо, что досмотрели видеоролик до конца, надеюсь, он вам понравился, всем удачи и до скорого!